МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации. Позвонили по номеру телефона, неизвестного мне ранее представились работниками банка и сообщили о том, что я якобы оформляю кредит в их, соответственно, кредитной организации. На что ответил я, что мне не нужно и не брал, заявление не подавал на оформление кредита. На что они ответили, что возможно, что мои персональные данные были утрачены, то есть мной либо произошла некая утечка. После чего этот работник перевел на другого специалиста, якобы, который представился с Станиславом и, кажется, говорил, что состоит в некой ассоциации банков России. Ну и после чего сказал, что для того, чтобы отменить заявку о получении кредита, нужно произвести регламентные действия и погасить, вернее, черпать кредитный потенциал. Ну, как бы я усомнился в данных, так сказать, на необходимости операции, он сослался на сотрудников правоохранительных органов Саратовской области. Перезвонили через некоторое время, минут, может быть, через пять, представились подполковником. Ну и, соответственно, сказали, что все в рамках закона, вот это необходимо для того, чтобы выявить недобросовестных работников кредитных организаций. На следующий день со мной связался вот этот вот Станислав, вот, после чего сказал, что нужно обналичить денежные средства по карте кредитной и перевести их, положить на некую банковскую ячейку. Ну и сохранить, соответственно, чеки обо всем. Ну а дальше где-то отказывали, какие-то банки, кредитные организации, какие-то нет, соответственно, выдавали. И все происходило по этой схеме, то есть, получается, обналичивание и перевод на некие номера. После чего они сказали, что нужно обратиться в отделение банка со всеми чеками. И когда непосредственно я уже пришел туда, стало ясно, что как бы он сам сообщил о том, что это все мошеннические действия. После чего я замедлительно обратился, соответственно, в отделение полиции и написал заявление. Сколько в итоге всего вы потеряли и отдали мошенникам? Так, ну в районе полумиллиона, наверное. Министерство внутренних дел России призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, пин-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102.